Один только минус вот у летчика, это вот проверка моего телефонов. Я уже даже смирилась, ладно, похую, покажи WhatsApp, покажи там телегу, Instagram, вот нас, смотри, пожалуйста. Не доверяю им по той причине, что моя жизнь была вот такая вот развязная, разгульная, клубы, пацаны, гулянки, тусовки. И он говорит, ну, как бы пока не верится мне, что резко так все прошло. Ну, знаете, глупо думать, что если человек переписывается, что он это может не почистить и не удалить. Тем более я объясняю, что я не конченая мразь, чтобы, знаете, делать выбор в сторону одного человека, жить с ним, на его деньги жить, да. И при этом еще, блядь, подло вот так с кем-то с мужиками общаться. Я, конечно, веселая девчонка, но такие, знаете, чувства достоинства, собственного уважения к партнеру, они имеются. Комментарии просто меня, блядь, иногда удивляют. Вы из-за одного вот этого момента мне пишите, беги от него, спасайся, еще что-то. Просто из-за того, что он просит, Свет, покажи телефон, с моих же рук вот так, на, посмотри, пролиснуло. Все, беги, бежать, искать, еще что-то. Я вообще не понимаю, что в вашей голове. Он действительно внимательный человек, заботливый, очень достаточно грамотный для своих лет, умный. При этом немаловажный факт, что он оставил мне свою карточку и сказал, пользуйся картой, не спрашивай у меня денег. То есть я сама как бы езжу там в магазин, куда что мне нужно, я смело могу тратить. Это огромный плюс вообще, тем более в наше время, где, блядь, кругом мужики скупердя, которые, блядь, счет напополам еще делят. И честно, блин, я не хочу и не буду куда-то бежать и рыпаться. Мне 35 лет, и он должен быть в мое будущее. И, наконец-то, в эту субботу мы будем смотреть квартиру, двушку. Дай бог, она понравится ему, потому что первая ему не понравилась. Если все сложится нормально, слышите, как самолет летает, вот, то скоро, как бы в течение месяца мы туда переедем. При этом он сразу сказал, что я буду прописана в этой квартире. Да, я понимаю, что она как бы государственная, но почему нет? Продолжение следует...